Итак, я напомню, что президент Байден предложил Хамасу свой план мирного урегулирования, который якобы был израильский, при этом Байден призвал Израиль на него согласиться, там какая-то сложная была такая очень конструкция, но вот в конце концов поступил ответ Хамаса, который долго изучал эту инициативу, и ответ этот заключается в следующем, по пунктам. Первое восстановление сектора газа должно начаться на первом этапе, а не на третьем. Там говорилось о том, что вот на третьем этапе начинается восстановление сектора газа, и на третьем этапе Хамас возвращает тела погибших заложников и убитых солдат и так далее и тому подобное. Убитые солдаты я имею ввиду двух, это Адар Гольдин и Арон Шауль, тела которых попали к Хамасу еще в 2014 году во время операции «Несокрушимая скала». Второе. Хамас не согласен на то, что Израиль оставляет за собой право вернуться к военным действиям, то есть они требуют постоянного прекращения огня, то есть прекращения войны уже на первом этапе. Третье. Несмотря на то, что Израиль пошел на значительный компромисс в отношении личности и террористов-убийц, которые подлежат освобождению в ходе обменной сделки, Хамас вообще не согласен на то, чтобы у Израиля было слово относительно этого вопроса. То есть Хамас будет определять, кого освободить, кого не освободить. Тут уже все понятно, кого они потребуют, это уже все хорошо известно. И четвертое. Хамас не готов на депортацию террористов даже в сектор Газа. Они требуют их освобождения по месту проживания. Израиль, в свою очередь, настаивал, что те террористы, которые осуждены на пожизненные заключения, с кровью на руках и так далее, будут депортированы либо в сектор Газа, либо в некую третью страну. Но они не вернутся ни на западный берег в Иудею и Самарию, ни в Израиль, где они тоже проживали. Некоторые из них, там есть среди них израильские арабы в частности или там жители восточного Иерусалима. Вот Хамас с этим категорически не согласен. И высокопоставленный представитель израильского правительства сказал, это самый радикальный ответ, который мог дать Хамас. Очевидно, что американское давление не сработало. В таких условиях сложно вести переговоры. Трудно с этим не согласиться, действительно, да, то есть Хамас опять перекручивает все сверх донизу, там с ног на голову ставит и так далее и тому подобное. И это все равно возвращает нас к мысли о том, что Хамас в лице Синвара, сидящего в бункере где-то там под Хан Юносом или под Рафиахом или вообще на египетской стороне, он сделку не хочет. Они надеются на то, что американское в частности давление или вообще давление мирового сообщества заставит Израиль прекратить военную операцию вообще без всякой сделки. И тогда полный джекпот. И вот Блинкин, который поехал в Катар, встречался там с руководством Катара. Он сказал, что Хамас предложил некоторые изменения к инициативе. Мы обсуждали их вчера и сегодня с премьер-министром Катара. По идее-то их надо обсуждать с премьер-министром Израиля, например. Или с тем же Хамасом, да, ну вот их с Катаром обсуждали. Некоторые вещи достижимы, а некоторые нет. Вот такая капитан очевидность, да, буквально. Сейчас мы находимся в такой ситуации. Хамас мог бы ответить, да, вместо этого Хамас подождал две недели, а затем предложил изменения. Некоторые из них превосходят то, что он уже получил в прошлом. Террористы тоже непальцем деланные, отреагировали. И Усама Хамдан, такой высокопоставленный представитель Хамаса, заявил в интервью к катарскому каналу Аль-Джазира. Блинкин подтверждает, что он является частью проблемы, а не частью решения. Американская администрация в сотрудничестве с Израилем, там пятое-десятое. Мы требуем от посредников гарантии. Вот тут тот самый случай, когда с Усамой Хамданом сложно вообще не согласиться. Реально Блинкин является частью проблемы, а не частью решений. Потому что американская администрация пытается продавить сделку, на которую Хамас не соглашается. Американская администрация меняет условия этой сделки в сторону ужесточения для Израиля и облегчения для Хамаса. Хамас все равно не соглашается. Потому что Хамас прекрасно понимает, если ему уйдут на уступки, а это вот такой восточный базар, так требуй больше. Получишь еще больше. Не меньше, как это обычно принято, а еще больше. И вот они этим, собственно, и занимаются. И дошло до того, что специальный советник Совета национальной безопасности США по газе Деннис Росс в интервью одному из израильских каналов сказал, США должны четко и ясно, публично заявить, что Хамас отказывается от сделки. Ну, цитату Джона Кирби в самом начале я вам приводил. Уолл Стрит Джорнл опубликовал такое большое расследование. Там это переписка Синвара со своими коллегами-террористами. Значит, там ответ на инициативу израильскую и так далее, там подобное. Вот эти условия были перечислены, которые я называл, которые Хамас выставляет. И Джон Кирби очень неглупый человек, целый адмирал сказал, что такое ощущение, что Хамас не хочет сделки. Вот открыл буквально Америку, в которой он и проживает. Хамас действительно не хочет сделки. Об этом говорит и Израиль, об этом говорят там различные медиа, различные эксперты и так далее. Но вот на 251 день до американской администрации, как до того жирафа, начинает что-то доходить, что Хамас действительно не хочет сделки. На всякий случай, вот для иллюстрации того, какие люди вообще принимают решения в американской администрации, сейчас мы вам покажем маленький кусочек видео. Это такой есть Брайан Мастер, республиканец. Он конгрессмен, он вообще служил в армии, воевал, потерял две ноги, он был сапером. И вот он попал в конгресс и на слушание в конгресс вызвали такую Барбару Лив. Она в американской администрации отвечает, точнее в Госдепе, да, Госдеп это Министерство иностранных дел фактически, отвечает за ближневосточную политику. Он пытался ее там расспрашивать. Вот я прослушал все это видео, у меня реально волосы дыбом встали, буквально вот так вот, от того, что она там несла. Такое было ощущение, что это школьница, то есть это не дипломат со стажем, там, да, в предпенсионном возрасте, который всю свою жизнь занимается разруливанием вот этого клубка ближневосточных проблем, а натуральная десятиклассница какая-то, которая прочитала там параграф в учебнике, и сейчас блеет, она натуральным образом блеяла буквально. Это было вот просто невыносимо на это смотреть, понимая, что эти люди принимают решения, либо на основе выводов этих людей принимаются решения. Вот сами послушайте кусочек, и вы это прекрасно поймете. Вы оценили объективно ваше стремление к созданию палестинского государства? Ну, конгрессмен, я объективно оценил, что условия там прямо сейчас не такие, какие нам нужны. То есть вы просто сказали, окей, я думаю, что должно быть палестинское государство, либо вы все-таки подумали и объективно оценили ситуацию. Ну, мы посмотрели на прежнюю политику. Нет, подождите, вы лично, как главный пес на Ближнем Востоке, оценили объективно, следует ли нам создавать государство с группой, которая в настоящее время держит пять американских заложников, и примерно 35 американских заложников убило за последние пару месяцев. Вы объективно оценили ситуацию? Так, конгрессмен, у нас нет намерения работать с Хамасом. В этом начинании, о котором мы говорим, это нечто совершенно другое. Как вы считаете, если бы палестинское государство было создано до 7 октября, оно было бы спонсором терроризма? Ну, это теоретический вопрос, я не могу ответить. То есть вы не можете сказать, было бы оно спонсором терроризма? Нет, я не могу ответить на такой теоретический вопрос. То есть вы уходите от ответа? Почему вы мне не скажете? Удовлетворяют они ваши запросы к руководству и созданию государства? Их правительство Хамас. Ну, если мы сейчас говорим о Хамасе, то я уже ответил на этот вопрос. Теперь переместимся на север. Вчера там было очень и очень жарко. Там до сих пор продолжается борьба с пожарами, которые возникли в результате попадания ракеты-беспилотников в Хизбаллы. Вчера вообще тревога звучала 161 раз. Там одна из тревог была на юге. Ну вот, то есть на севере было 160 тревог. Для сравнения, днем ранее было 54. То есть в три раза меньше буквально. И вообще за последнюю неделю сигнал тревоги звучал 496 раз, а за месяц 2000 раз буквально. То есть это все практически все время это происходит на севере. Вот буквально сейчас, пока я вам все это рассказываю, вот звучит сигнал тревоги. Это у нас опять же север. И тут перечисление населенных пунктов. И вот так вот этот север выглядит, пожалуйста. Все красное буквально. Это Кириад Шмона и ее обширные окрестности. Речь идет о проникновении беспилотника. А когда беспилотник проникает, то тревогу объявляют на такой обширной территории. Потому что не очень понятно, куда он полетит. Вообще, все это было связано с ликвидацией. Я вчера рассказывал, сами Абдуллы. Такой был высокопоставленный. Это самые высокопоставленные деятельки Хизбалы, ликвидированные с начала войны. Он был фактически в звании генерала и отвечал за все боевые действия против Израиля в Южном Ливане. Так вот, армия, вообще Израиль официально взял на себя ответственность за его ликвидацию. Вообще, в принципе, Израиль, как правило, не брал на себя ответственность за все, что происходило к северу от реки Литани. В Южном Литани мы, к северу от реки Литани неизвестные ВВС или ВВС Лихтенштейна. Но вот тут взяли в кои-то веки. Возможно, это делалось с целью устрашения. Показать, что никто из самых высокопоставленных командиров Хизбалы не в безопасности. Что нет такого места, где им можно спрятаться. Что наша разведка сумела точно вычислить место, где они будут находиться. Вот, где будет проходить их совещание, в конкретный дом, в конкретном городе, населенном пункте. И прямо вот туда прилетели бомбы с израильских самолетов. Там использовали тоже такие высокоточные боеприпасы. Но вот Хизбала обиделась. В армии заявили, что знали примерно, что будет расширение зоны обстрелов. Но оценивали это так, что Хайфу они обстреливать не будут. Как будто вот севернее Хайфа другие люди живут, понимаете. Их не нужно защищать и так далее и тому подобное. Я это говорю не к тому, что не надо ликвидировать боевиков Хизбалы. Боже упаси. Наоборот, нужно. И чем больше, тем лучше. Но вот эта формула, что мы проводим точечные ликвидации, а Хизбала масштабные обстрелы. И это какой-то вот фактор такой сдерживания. Да, мы вот знаем, где вы находитесь. Этого ликвидировали, того ликвидировали. Все это уже не работает. К сожалению. Как по мне, еще раз повторю, война на севере неизбежна. И чем дольше мы будем тянуть, тем сильнее Хизбала становится. Вот в качестве иллюстрации к этому. Это агентству, журналу Foreign Policy, они брали интервью высокопоставного представителя Эль Куц. Это подразделение внутри корпуса стражи исламской революции, отвечающее за действия КСИР за рубежом. И вот он сказал, что в арсенале Хизбалы находится более миллиона ракет различных типов. Включая высокоточные, усовершенствованные реактивные снаряды, противотанковые ракеты и так далее и тому подобное. На мой взгляд, миллион это как-то чересчур. Слишком много. Я не думаю, что вообще есть страны, у которых есть миллион ракет. Ну, разве что какие-то Соединенные Штаты. Я полагаю, что они посчитали все. Включая минометные мины. И то, мне кажется, это какая-то завышенная оценка. Но тот факт, что у Хизбалы десятки тысяч ракет, если не сотни тысяч, точно, совершенно. Включая те, которые могут долетать до любой точки на территории Израиля. Вообще перелетать весь Израиль буквально. То есть у них количество ракет Фатех-110, иранских ракет, с дальностью до 700 километров. То есть это почти полторы длины Израиль. Порядка трех тысяч таких ракет этот факт подтверждают в том числе и в Израиле. Считается, что если вот или когда разразится полномасштабная война, темп в три тысячи ракет в день. Ну, включая и реактивные снаряды, и высокоточные ракеты, и дальнобойные ракеты, и противотанковые, и всяко-разно. Хизбалла в первые 10 дней сможет поддерживать темп три тысячи ракет в день. Буквально вот так. Ну, каков будет ответ Израиля, я уж тоже рассказывал. Понятное дело, что от Ливана там мало что останется. Но это совершенно никого, кстати, не утешает. И вообще это не так немножко работает. Да, принцип, что у соседа сдохла корова, мне приятно и так далее, он не работает в данном случае. Да, нам нужно думать о своем ущербе, а не том, какой мы ущерб нанесем при этом Ливан. В Газе пока происходит вот все то же самое. Идут боевые действия. 162-я дивизия действует в Рафиахе. Продолжает там продвигаться. В том числе и в сторону западных, ну, западной окраины уже, как бы полностью захватывая город и так далее. Там, среди прочего, был ликвидирован Мухаммед Натами Назар. Он был основатель военного крыла Хамас в Иудее Самари на западном берегу. И вот он в свое время был депортирован в Газу. И вот он оттуда руководил действиями, в том числе и военного крыла Хамаса на западном берегу. Он был соратником Махмуда Аль-Мабхуха. Это был такой вот у них руководитель военного крыла Хамаса. И в 2010 году он был убит при странных обстоятельствах в Дубае. Когда вот он умер от укола каким-то неизвестным веществом в шею. Потом это вещество узнали, что-то типа такого наркоза было. Вот. И эту операцию приписывают Масаду. Что Масад ликвидировал его в Дубае. В Дубае там был жуткий скандал по этому поводу. Но это отдельная история. Кому интересно, посмотрите в интернете. Это все легко гуглиться. Или как-нибудь отдельно расскажем. Возьмем парочку операций. Масада для примера. И вот можно будет об этом сделать отдельное видео. Так вот, он был его соратником, можно сказать, заместителем. И он в свое время, в 89 году участвовал в похищении и убийстве двух израильских солдат. И вот по прошествии, так сказать, всего этого времени, Израиль наконец-то закрыл этот счет, давно не закрытый. И вот этого самого Натами Назара ликвидировал. Это тоже довольно серьезная потеря, надо сказать. Молодых боевиков много. Реально. Вот я же говорил уже о том, что у них все до 19 лет считаются детьми. И вот основной состав боевиков, это как раз люди примерно этого возраста. Но опытных командиров выращивают годами, да? Готовят годами. И вот ликвидация этих командиров тоже это дело хорошее. Это все сказывается на боеспособности. Даже таких формирований, как Хамас, как бригада из Едино-Аль-Касан. Ну и, конечно, вот сегодняшняя такая сенсационная, в самом плохом смысле этого слова, история. Произошла она около месяца назад. Все это случилось на базе военной разведки ОМАН, где вот располагается подразделение 8200 Шмон и Матайм, в районе Глелот. Это северные предместья Большого Тель-Авива. Там вот целый комплекс баз военных. Там и МОСАД сидит, и военная разведка, и кто там только не сидит. Это не секрет, я тут военную тайну не выдаю совершенно. Так вот, трое проверяющих из генштаба, были они в звании полковников и подполковников, зашли на эту базу, просто надев военную форму, просто зашли через проходную. Никто у них не спросил документы, никто вообще не поинтересовался. Там, мужики, кто вообще такие? Они прошли внутрь. Несколько часов они бродили по этой базе, заходили в сверхсекретные помещения, брали какие-то документы, собирали там сверхсекретные, с печатью там совершенно секретно, особой важности там и так далее, то подобное. Заходили в компьютеры, в компьютерную систему, скачивали оттуда файлы. В общем, три часа они слонялись по базе, пока поняли, что никто их вообще не собирается останавливать, не собирается их вообще проверить. И даже спросить, вы вообще кто такие? После чего они вот прекратили эту проверку, обозначили себя, вызвали начальство базы и устроили ему там хорошую такую выволочку. В отчете, который они написали, говорилось о том, что неужели 7 октября нас ничему не научил. Три человека, абсолютно незнакомые, без всякой проверки, попадают на сверхсекретную базу. Я на этой базе был однажды, на съемках. Вот я очень хорошо помню там эти ворота, проходная там, оружие там, солдаты, охрана, все дела. Ворота такие, что их там танком не вышибешь. Со мной тогда на базе, вот я был один, камера, штатив, рюкзак и я. Со мной ходили трое сопровождающих, из них двое это были офицеры с этой же базы, один в ранге майора. И вот они ходили по бокам от меня и говорили, вот туда не снимай, вот сюда можно снимать. Вот в эту комнату мы сейчас зайдем, камеру оставь у порога, мы там просто поговорим, выйдем. Там вообще нельзя даже звук включать и так далее и тому подобное. То есть вообще секретность была прям невероятная. Но вот оказалось, что достаточно просто надеть на себя военную форму. Ты можешь на эту супер сверхсекретную базу попасть. И вот, как я уже сказал, в отчете было написано, что 7 октября нас ничему не научило, к сожалению. Я тут припомню историю, как бедуины воровали оружие с армейских баз, так десятками воровали автоматы, патроны там тысячами. И никто их особо даже не останавливал. Ну там отдельная история, потому что там правила открытия огня были такие, что в них стрелять было нельзя. То есть можно зайти на базу, да, сесть в танк, завести его, уехать, а стрелять тебя нельзя. Если ты угрозы не представляешь. Буквально это было так. Потом это чуть-чуть поменяли в сторону ужесточения. Но история с военной базой ОМАНа, она, конечно, вопиющая абсолютно. Особенно после 7 октября. Это просто невероятно. Ну, из армии ответили, что на запросы там журналистов, мол, это что такое вообще было. Ответили, что там провели проверку, ужесточили, поставили на вид, наказали 30 человек. Правда, выяснилось, что самый старший офицер из наказанных майор. Хотя, конечно, там надо как Сидоровыхко сдрать все начальство этой базы, полковников, генералов. Я не знаю, в каком звании там человек руководит этим подразделением. Полагаю, что не ниже полковника точно. Потому что такие вещи допускать нельзя. Эти люди, будь они террористами, они могли нанести тяжелый физический ущерб. Вывести из строя оборудование, запустить какой-нибудь вирус в систему, убить, в конце концов, кого-нибудь и так далее. А всего-то делов надеть военную форму нужно было. А это не проблема. В Израиле найти военную форму. Короче говоря, сейчас там по этому поводу разборка идет. Но будем надеяться, что какие-то выводы из этого сделают. Потому что это, конечно, не лезет буквально ни в какие ворота. Даже если это супер охраняемые ворота, супер охраняемая база.